всем привет друзья сегодня хочу затронуть такую тему как условный ток расцепления условный ток не расцепление не все к моему сожалению может быть не только к моему сожалению может быть не только к сожалению но не все помнят про это не все знают что это такое сегодня я об этом расскажу и так мы возьмем гост r503 45 2010 это аппаратура малогабаритная электрическая автоматически выключать для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения часть 1 автоматический выключатель для переменного тока далее в этом гости сообщается настоящий стандарт распространяется на воздушные автоматические выключатели далее выключатели для переменного тока для работы при частоте 50 60 герц на номинальное напряжение между фазами не более 440 вольт номинальный ток не более 125 ампер и номинальная включающая способность не более 25 тысяч ампер или 25 киломер также указано что выключатели предназначены для защиты от сверхтоков электроустановок зданиях и аналогичных установок они рассчитаны на использование необычными специально людьми и не нуждаются в обслуживании собственно них мы будем говорить о частности конкретно нашем бытовом секторе и всем известных модульных автоматических выключателях и так я думаю что многие из вас знаю что автоматический выключатель защищает от сверхтоков это только короткого замыкания также защищает от перегрузки это плавное нарастание тока то есть перегрузка характеристики электромагнитного расцепителя которые от сверхтока только короткого замыкания отвечает это у нас как раз таки буква bcdkz а тепловой расцепитель вот тут как раз таки и самое интересное именно как правило тепловой расцепитель или биметаллической пластины которые устанавливаются внутри автоматов именно на нее и распространяется этот гост точнее она отвечает за выполнение этого госта так или иначе все производители они обязаны следовать этому гост так вот значит исходя из этого госта у нас есть определение давайте сначала с определениями 3515 условный ток не расцепление это установленное значение тока который автоматический выключатель способен проводить не срабатывая в течение заданного условного времени 3516 условный ток расцепления это установленное значение тока который вызывает срабатывание автоматического выключатель в течение заданного условного времени, то есть вызывает срабатывание. Ну и ток мгновенного расцепления — это минимальное значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени. Это как раз наши характеристики B, C, D, K, Z и прочее. Напомню, самый распространенный B — это от 3 до 5 номиналов, C — это от 5 до 10 номиналов, и D — это от 10 до 20 номиналов от того номинала, который у вас на самом автомате написан. Смотрим дальше. Сначала посмотрим условный ток нерасцепления — 8622. Условный ток нерасцепления равен 1.13 от номинального тока, собственно, от того тока, который указан здесь на аппарате, от 16, от 10, от 20, неважно какой в данном случае номинал. Есть также таблица, таблица номер 7, в которой четко видно. Во-первых, здесь есть разделение до 63 ампер и более 63 ампер. Так как мы все-таки в бытовом секторе, я вам рассказываю чаще именно о бытовом назначении. Квартира, дома там, как правило, не больше 63 ампер, в редких-редких случаях 80 или там 100. До 63 ампер мы будем рассматривать. Так вот, условный ток нерасцепления, равный 1.13, он у нас до 60 ампер, должен не выключиться. Он никогда не выключится. То есть, в таблице требуемый результат без расцепления. Из этого всего получается, что автоматический выключатель, например, на 10 ампер никогда по ГОСТу не должен отключиться при токе, равному 11.3 ампера. Если мы возьмем, например, 25 амперный автомат, мне кажется, в России один из самых распространенных, который везде, куда только можно, ставят, то ток нерасцепления этого автомата 28,2 ампера. Это тот ток, который будет держать автомат вообще без каких-либо последствий и никогда не отключат эту линию. Это номинальный, точнее, условный ток нерасцепления. Это важно помнить, потому что не все это учитывают, особенно когда смотрят таблицу допустимых длительных токов. Вот видео, где я эту таблицу разбирал, и там я тоже об этом говорил. Это все взаимосвязано, нельзя этим пренеберегать, это тоже нужно учитывать. Теперь, что касается условного тока расцепления. Он также по таблице, как мы видим, равен 1.45, и для автоматического выключателя до 63 ампер должно произойти расцепление в промежуток времени до 1 часа. То есть получается, что автоматический выключатель на 25 ампер в течение часа отключится при токе 36-25 ампер. Опять же, берется диапазон. То есть, при этом токе 36-25 ампер он может проработать как 5 секунд, минуту, 20 минут, так и, в принципе, час. Здесь идет определенная кривая, и, так или иначе, у каждого производителя по-своему отстроена эта биометаллическая пластина. Я уверен, что на разных аппаратах, в разных партиях немного это будет отличаться. Но по правилам, по ГОСТу он обязан отработать до 1 часа. Будет час и 0-1, все, он не пройдет испытания. То есть это тоже нужно учитывать. То есть, условно, если есть какой-то средний ток, там вот как мы выяснили 20, сколько у нас там, 28 было амперы 36. Вот при 32 амперах, грубо говоря, спокойненько у вас провод будет греться, если вы неправильно подобрали сечение под нагрузку и автомат под нагрузку и под сам кабель. Автомат вполне вероятно там полчасика, 40 минут, вполне может держать эту нагрузку и не отключаться. А может быть даже и дольше. Поэтому важно эти параметры учитывать тогда, когда вы выбираете, собственно, саму систему. Система — это электрощит, то есть аппараты, это провода или кабели и, собственно, сама нагрузка. Не забывайте, пожалуйста, учитывать эти два параметра. Еще раз, условный ток отключения и условный ток неотключения. Или условный ток расцепления и условный ток нерасцепления. Также есть еще один параметр, как мы говорили, 1.13 ток нерасцепления, 1.45 условный ток расцепления и есть еще номинал 2.55. Тоже определенная цифра, по которой проводят испытания. При номинале в 2.55 автоматический выключатель должен включиться не быстрее, чем за одну секунду, но не более чем 60 секунд для автоматов до 32 ампер и не более чем за 120 секунд, то есть 2 минуты, если номинал автоматического выключателя выше 32 ампер. Но в нашей конкретной ситуации и, опять же, за правильный подбор сечений и правильного рассмотра таблицы длительных допустимых токов по сечению кабеля, опять же, напоминаю, ссылка была на это видео и оставлю в описании, правильно выбирать номинал защиты в зависимости от того, какое сечение кабеля вы используете. Не забывайте, пожалуйста, учитывать эти, как минимум, два параметра для того, чтобы все было защищено. В принципе, на дальнюю тему все. Что хотел, сказал. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи. Пока.